всем привет дорогие наши друзья сегодня 17 августа и мы находясь на берегу голубого озера листали ленту фейсбука и увидели что у нас в области появились маслята тут недалеко есть лес сейчас поедем проверим чем совершенно чудесным образом у нас оказались корзины на голубом озере на самом деле мы планировали отдых двухдневный отдыхать на озере а потом на второй день поехать здесь полазить но тут как-то очень сухо да кать хотя писали что на дорогах лужи стоят ну не знаю очень сухо пока в общем смотрите дальше и увидите всю правду о ситуации в лесу нынешний обожаю бродить по лесу я нахожусь впервые эти норы давно уже никто не посещал следы отсутствуют что за цветы как похоже может очень-то огород был у факту этого переверну вот нехороший я человек надо же держи этот ты же нашла что с ним там ну как чисток еще маленький вот смотри сколько из маленьких и вот да и такие маленькие а ты говоришь штука в лесу а вот пупиночек вот он маленький вот так это не верила я не хочу никуда идти не хочу везде сухо у меня настроение нету еле вытянула из автомобиля а вот еще каштан среди леса мы сейчас находимся вблизи трассы которая ведет из днепродержинска вы можете даже слышать автомобили да блестят шляпочки здесь средь листьев вот этого тополя решили мы отдалиться от трассы так тут мостик пойдем катя пойдем глянем он же сосенки там пошли чего он бузина идем тут люди ходят вот видно пойдем это неизведанное место должен признаться меня это несколько обижает что ты чувствуешь себя в опасности даже когда я рядом с ней это значит она меня как мужчину не воспринимает тут нагрызть бобмер смотри а тут любят кусты в этих кустах любят жить заяц или кабаны особенно кабаны ну и как она после этого ничего не боятся катя нашла там одного пупиночка не хочет за ним лезть а я наверно рискну ну слючочек я увидела глазастая так наоборот надо сначала чтобы я прошел потом ты а ты еще жмешься ко мне чтоб удвоить наш вес ну нам точно не в ту сторону в незнакомом лесу впервые где ты находишься очень тяжело сразу найти грибное место вот порадовал нас одиночный экземплярчик ну не знаю как нас меня так точно порадовал тебя порадовал увидел катя показал она уже бежит как будто это она нашла да я шучу трогай да то я тоже все что ты тут увидишь это я увидел первый хорошие маслятки катя покажи-ка показывает он сильно сильно взрослый мне кажется чтобы быть не червивым не ну нормальный там ножка вообще ушла шляпка чистая вот вижу еще катя за мной не ходить он прекрасен иногда мне даже кажется что у него молочку а то не молочку выступает то просто такая белая у него губка класс вот мы помнишь как весной собирали тоже такие маслятки но они почти все были червивые хотя тогда было сыро более сыро чем сейчас это говорит о том что всему свое время даже несмотря на наличие дождей я как-то весной полез холодильник а там лежала половина капустной головы и из нее росток проклюнулся хотя в холодильнике темно темно и холодно в общем подошли мы к дороге и я как медведь дима сбил беляша и говорит что это не беляш какой это не беляш если это беляш еще что-нибудь хочешь сказать я просто думаю если там был дохлый беляш значит ну где то должен быть еще один да вот был дохлый беляшовое местечко да солнце слепит оно меня заслепило не знаю катит такая отмазка или нет что-то я утратил за лето свои навыки или кто-то у меня их украл доказательство того что я ничего не утратил а там катюшенька покрасивее чем ты нашла ой если бы я не нашла кто-то бы прошел бы паучок он его охранял ничего себе как можно вапусти белый соберу можно оказывается в таком то лесу чудесном обратите внимание друзья он совершенно чистый пахнет еще бы да получше чем у тебя ой Катя разрывает землю вокруг моего беляша конечно здесь старые-старые сосны и в хвое нога утопает ты нашла бугорочек? ну да давай ой что-то 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 доброе беляшовое о точно класс какой хорошенький ага я постоянно ищу повод переживать то переживал что я ничего не нахожу то переживал что я не нахожу она находит а то теперь переживаешь у солнца садится и так мало времени нам остается местечко я вам скажу невзрачное чистотел здесь растет я не люблю когда растет чистотел почему-то шляпка масленкой издалека виднеется масленка не молодого а может быть молодого просто а молодой просто он акселерат большой и не червивый чистый здесь рядышком бугорочек какие-то а а то сыроего тут их вообще вон усеяно один только ну пока один вон второй вижу как тарелка как блюдо смотри это вроде да гляньте зацените паутина иногда прямо останавливает когда идешь да настолько крепкая как леска качественная да парочка старых парочка простых и молодых маслят не молодых маслят вот молодой а вон смотри Катя вот эти семьи о которых я постоянно тебе пел давай проверять ну что устроим резню не подави так а я тебе жопа показывал ты только увидела я только увидела тут их ну подожди я сход единственное что смущает что много червивых среди них мне не нравится цвет шляпки он такой не белый но они чистые Катя говорит что они просто подсохли ну да если видно весь мокрый а тут вот в лучах заходящего солнца я вижу беляка и я вижу его не один а вместе с вами друзья Катя смотри смотри беляшик беляшик беляши это наша жизнь он конечно слегка косил под масленка но я его узнал вот о чем я говорил паутина которая меня поймала что там Катя что там Катя смотри это как прям сок на масленке ага то я обратил внимание это будто молочко вообще да да а что это такое это что маслючинное молочко ну вот мы вместе крикнули ого и каждый со своей стороны да потому как вот такие вот шляпы белые и коричневые сияют ой а он нормальный так они тут нормальные наверное потому что жарко а мошки не особо и червяки их сияют смотри 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 где нос а ну да сейчас проверю да нет ну не они у меня уже такие очень взрослые хотя если обрезать вот так вот то можно что-то наврезать что там залазить да уже тут поздно залазить тут уже я сижу ну ладно ножки уже не те Катя вылазить тяжело наряду со старыми открывшимися шишками имеются еще совсем зеленые сейчас иду а то там какие-то страшные крики издает одна из птиц что мне уже самому мотору шло тяжело к тебе пробраться я тебе скажу это паутина это паутина ужас я собрал всю паутину своими органами зрения и обоняния смотри я сначала увидела вот этот смотри ого это что такое я подумала что это какой-то беляш но у него там пластинки пластинки ну да посмотри нет какие пластинки Катя ты что ты шо клава кока иди сюда да я вон вижу такой же ну я знаю вот я его загородила ну это большой но он стал ну да смотри смотри ой а вот смотри молодой что ли молодой я его чуть-чуть поранила нормально ничего бери а Катя если говорить о том какие были беляши тут вон был какой беляшела огромный да а вон я вижу молоденький что значит идти первым по над болотцам смотри Катя какой там у нас счет знаешь что Дина шо Катя цвет какой-то необычный цвет какой-то необычный Катя сглазила нет ну шляпка хорошая ну кидай себе а вот этот посмотри он как бархатистый какой-то нет ну да хороший да о дарю спасибо неудивительно смиркалась как говорится уже начало восьмого надо вылазить вот смотрите такая густая растительность похожая на петрушку а в ней маслята торчат ну ты Катя нашла последнего наверно масленка на сегодня завершающий маслон я его назвала так да большой хороший закусали уже и комарыки дзюбрыки да да так вот подводя итоги смеем заявить что грибы в лесу есть и белячки и масляточки видите мы на жарешечку добрую собрали больше нами не нужно мы и так уже устали а еще треба обробыть и на этой радостной ноте вынуждены сказать вам до свидания до новых встреч до новой грибалочки не забывайте подписываться на наш канал ставить лайки писать нам комментарии пока 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 я